Лесная сказка, с работниками которой встретились представители обеих ветвей власти, представительный и исполнительный, это старейшее в муниципалитете детское образовательно-оздоровительное учреждение. Его работники задавали вопросы как о развитии учебно-воспитательной работы в организациях дополнительного образования, так и о перспективах благоустройства территории микрорайона Чкаловский. Речь шла и о создании здесь парковой зоны. Есть ли какая-нибудь концепция развития нашего Чкаловского парка, где озеро? Исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Сергей Горелов сообщил, что в вопросе о Чкаловском парке есть договоренность с руководством области о выделении в 2020 году денег на его создание. Я был когда в правительстве, буквально месяц назад был, я встречался с министром благоустройства Хайкиным, он сказал о том, что средства возможно направить только на благоустройство. В частности, мы с ним проговорили, что часть этих средств идет на строительство Чкаловского парка, за который мы голосовали. Так что в 2020 году надеемся на то, что проект будет реализован. Участники встречи попросили обратить внимание на работу ливневой канализации, о возникающих при дождливой погоде лужах даже там, где недавно проводилось асфальтирование дорожного покрытия. У нас летом и осенью идут дожди, и вот этот вот асфальт с бордюрами, вот он как корыто, наполняется водой. У нас с ливневкой везде проблемы. Я не готов пока ответить, что вот сделать около вашего подъезда, да, просто не готов. Но могу касательно тот факт, что вся территория городского округа нуждается остро в обустройстве ливневой канализации. Я уже говорил как-то, что нас своими силами, конечно, не потянем. Абсолютно точно, потому что это очень большие проектные решения, и инженерные, и строительные. Будем обращаться в область, чтобы нас предусматривали в программе государственной и выделяли на это средство. Работников лесной сказки интересовало и то, как планируют власти развивать спортивно-массовую базу в учреждениях образования. Отдельная программа по так называемому спортивному ядру, особенно школу, касается, эта программа готовится. Мы вот как депутаты неоднократно формулировали ваши предложения представителей образования для того, чтобы такая программа была. Надеемся, что она в ближайшее время появится. На встрече были названы и сроки, в которые будет построено новое образовательное учреждение на Чкаловской, рядом с ныне работающей 11-й школой имени Германа Титова. У подрядчика есть намерение сдать объект 1 сентября следующего года. Он сказал, что будет стараться делать все для того, чтобы 1 сентября школа открылась. Хотя еще раз повторюсь, у него в контракте 14 месяцев. Возможно, это будет чуть позже, не 1 сентября. Но, тем не менее, на 20-й год у нас это здание запланировано. Каждая такая встреча для представителей власти – возможность напрямую услышать пожелания жителей. Все прозвучавшие вопросы взяты в работу. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.